Ростовская область 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 регистрируют основные вехи жизни ростовчан. В честь 100-летнего юбилея со дня образования органов ЗАГС выдающимся сотрудникам вручили областные награды. Виновников торжества поздравил Василий Рудой. Трудно переоценить вклад органов в записи от гражданского состояния и укрепления авторитета семьи. Они поддерживают семейные традиции, выполняют роль просветительских центров, сохраняют и оберегают народные традиции. Ежегодно проводят тысячи поздравлений с угрожеских пар, торжественных регистраций новорожденных и молодоженов с учением специальных приветственных адресов губернатора Ростовской области. Елена Теплова работает в Песченокопском отделении ЗАГСа уже 15 лет. Сегодня она получает благодарственное письмо за высокие показатели работы Песченокопского отделения. За годы работы через нее и ее коллег прошли тысячи молодоженов. Однако перед каждой свадьбой чувствуется мандраж. И они волнуются, и мы волнуемся очень, потому что это, наверное, самый главный момент в жизни – создание семьи. Поэтому стараемся сделать, чтобы им запомнилось это на всю жизнь. Мы беседуем с ними и успокаиваем, мы расскажем, что не волнуйтесь, все будет хорошо. Беседуем с ними перед регистрацией, проверяем актовую запись. И они, конечно, тогда немножко… Ну, все равно это волнительный момент. Мне кажется, это нельзя успокоиться как-то. Все равно это все плачут, переживают. Результаты работы ЗАГСов положительны. В этом году количество заключенных на Дону браков увеличилось больше, чем на две тысячи. В 2017-м через сотрудников ЗАГСа прошло более 27 тысяч новых семей. В Южном IT-парке собрались участники регионального конкурса IT-проектов Ростовской области. Всего в этом году подали заявку 37 человек. На суджюри было представлено 44 проекта, из которых выбрали лучшие в трех номинациях. Следующий этап для этих проектов – это бизнес-инкубирование, прохождение здесь, на территории IT-парка, четырехмесячной бизнес-акселерации. Самое главное, чтобы этот проект или стартап вырос в настоящий бизнес. Как раз то, что будет сделать здесь, на территории Южного IT-парка, с этими проектами, и позволит молодежи почувствовать востребованность их идеи, соответственно, стать настоящими бизнесменами. Награды победителям вручает заместитель губернатора Ростовской области Василий Рудой. 100 тысяч рублей получают обладатели первого места. За второе и третье по 75 и 70 тысяч соответственно. Лучшим IT-проектом в социальной сфере стал «Хакатон 47 часов». Его автор Александр Коновалов проводит серию регулярных марафонов программирования, где за 47 часов участники придумывают идею, формируют команду и создают прототип проекта. Второе место в этой номинации занимает Оксана Тихиня, руководитель стратегического проекта ДГТУ – единое открытое цифровое образовательное пространство Ростовской области. В его основе создание сети школьных и студенческих медиа-центров с использованием спутниковых, телекоммуникационных и интернет-технологий. Основные платформы для реализации – телевизионный образовательный канал «Мой мир», а также интернет-портал территориознаний.рф. Третье место в номинации по автоматизации проектов досталось Дмитрию Гусеву. Его разработка – платформа управления прокатным и арендным бизнесом. Он создал базу данных, где собирает информацию о сдаче имущества в прокат. Отметим, все девять победителей автоматически становятся резидентами IT-парка. Благодаря премии они и далее будут развивать свои проекты. Ивент Конгресса журнала «Антенна Телесемь» собрал на одной площадке около ста человек. Это представители бизнеса, которым интересны новые технологии развития компаний, продаж и маркетинга. Одну из тем встреч выбирали сами участники. Для них проводили голосование в социальной сети. В итоге нетворкинг набрал наибольшее количество голосов. На данном мероприятии можно более подробно узнать о нетворкинге, познакомиться с партнерами, а также можно более тесно познакомиться с теми, с кем знакомы заочно. Площадка становится не только местом для приобретения новых знаний. Здесь заводятся новые партнерские связи. Николай Фоменко делится со своими коллегами опытом. Его курс «Саморазвивающийся отдел продаж» состоит из личных наработок. Суть в том, чтобы вовлечь персонал в развитие компании. Когда каждый сотрудник компании жаждет знаний, изучает их и обучает их своих коллег, обучает всю компанию, включая руководителя, и находит абсолютно новые выходы из сложных ситуаций, которые, возможно, до этого бы компания не нашла. Также партнеры мероприятия рассказали о новых возможностях коммуникаций. «Манго Офис» – компания, которая занимается разработками платформ для бизнеса, на основе которых можно построить продажи или клиентский сервис. Сегодня только в Ростове с ними сотрудничает около 800 клиентов. Это телефония на основе виртуальной АТС. Если раньше АТС строилась в виде железного ящика с кучей проводов, то сейчас для того, чтобы телефонизировать компанию, достаточно просто заявки в нашу компанию «Манго Офис», и мы предоставим телефонию бизнес-класса, которая позволит отслеживать все бизнес-процессы. Вы правы, будет личный кабинет, в который можно будет зайти, ввести логин, пароль, и вся информация по телефонии компании будет представлена как на ладони. Встреча завершилась бизнес-игрой «Генерация идей». Процесс погружения позволяет преломить существующие комплексы общения и обзавестись новыми полезными контактами для бизнеса. Дед Мороз из Великого Устюга приехал в Донскую столицу, чтобы дать старт новогоднему волшебству. На пресс-конференции главный герой появляется с гаджетом в руках. Он ведет прямой эфир в одной из социальных сетей. Оказывается, дедушка очень любит современную технику и активно пользуется различными приложениями. Вы пользуетесь социальными сетями? Я с Морозом. Да, я Дед Мороз. Привет. Я тоже. Больше всего встречи с ним ждали маленькие ростовчане. Они приготовили свои вопросы, а кто-то принес письмо, которое не успели отправить. Я верю в Деда Мороза и написала, что я хочу телефон. Сегодня ты что спросишь у Деда Мороза? Как он катается на санях? У меня вопрос есть такой, как он успевает за все, за всю Россию письма взять, подарки потом отдать. Каждый год главный волшебник страны получает десятки тысяч писем. Одну третью часть от этого количества отправляют взрослые. Они тоже мечтают или просто рассказывают свои истории. Подарки всем Дед Мороз старается доставить вовремя. Признается, у него тоже есть желания, и они всегда исполняются. Кто исполняет мои желания? Вы и малыши, и взрослые, своими добрыми делами, открытым добрым сердцем. Главное, по мнению Деда Мороза, подарить радость всем жителям России. Ростов стал 21-м городом в его туре. Здесь он запланировал встречи с ребятишками в Центре помощи детям и социальном приюте. А также волшебник и его помощники отправятся в гости к многодетным и малообеспеченным семьям. Они подарят новогоднюю сказку тем, кто особенно в ней нуждается. Нет такой цели что-то получить взамен. Мы помогаем, все ведущие каналы помогают Деду Морозу, не рассчитывая на какую-то благодарность. Просто не помогать мы не можем. В Донской столице Дед Мороз пробудет два дня. Впереди большое путешествие по оставшимся восьми городам России. А зрителям нашего телеканала Дедушка оставил новогоднее пожелание. Мечтать, фантазировать, путешествовать, открывать для себя мир, дарить свою любовь, свое внимание своим родным, своим близким. Это самое главное, что я желаю. По традиции многие подводят итоги уходящего года. Для кого-то он был счастливым, а для кого-то удачным. Что уже сделали, а что еще остается, узнаем сегодня у ростовчан. А также узнаем о планах на новый 2018 год. Год был хорошим, год был продуктивным, очень удачным. Я закрыла ипотеку, я живу в своем доме. И немножко осталось это купить подарки родным. Как прошел ваш год, все ли успели сделать? Отлично все успел сделать. Какие планы на новый 2018? Сделать еще больше. Мне удалось закрыть сессию удачно. Мне удалось встретить любимого человека. В общем, все получилось, все, хороший год. Да, все успели, много хотели успеть. И думаю, в следующем году успеем. Год прошел замечательно. Были позитивные моменты, были негативные. Но итог в ходе аналитики в голове показывает, что позитивных моментов было больше. И вот уходящего года за это спасибо. Ничего особенного не произошло. Ничего особенного. Все стабильно. Угнает стабильность признак мастерства. Поэтому стараемся жить стабильно. Дети остут, мучатся. Невозможно все успеть сделать. Это нереально совершенно. Всегда хочется большего. В личном плане у меня все прекрасно. Я замужем. У меня двое шикарных детей, замечательных, умничек. Я дала дочку на балет в этом году. Исполнилась ее мечта. Редактор субтитров А.Семкин